Я, как гражданин Украины, полностью поддерживаю выбор белорусского народа, который выбрал на выборах 2020 года Тихановскую и отверг в сторону Александра Лукашенко. Лукашенко в прошлом, Тихановская настоящим. Вот, ребята, вы молодцы, я реально вами горжусь. То же самое происходило в 2014 году, когда Януковича пинули под одно место, под зад. Вот, он так же само хотел, то есть узурпировать, он узурпировал уже, создал законы, которые там унижали активистов, унижали людей, которые не согласны с его мнением. И все повторяется по одному и тому же сценарию. Но это все не потому, что люди так захотели, это потому, что время тоталитарных режимов уходит в прошлое. Приходит время демократии, как и было всегда. Да, но затем еще будет другой строй, кто захочет, может почитать, такой же так называемый режим теократии. Не режим теократии, а принцип теократии, когда люди живут по совести, вот, и любят друг друга, служат друг другу. А все вот эти вот посредники, которые между Всевышним и Человеком, они все должны уйти. Люди могут сами, сами распоряжаться своей жизнью, строить взаимоотношения с друг другом честными. И все у них будет в гармонии и в процветании. А действия нынешнего президента Александра Лукашенко, я осуждаю. Всякие действия армии его или военных, которые хоть пальцем ударили, и волос упал с головы любого мирного человека, который вышел выразить свой выбор, свою точку зрения. И эта точка зрения свободная, и она правильная по нему. Я эти действия осуждаю. Я говорю ОМОНовцы, сложите свои просто полномочия военные, не выступайте на стороне диктатора, не выступайте на стороне тиранов, выступайте на стороне народа, потому что вы давали присягу не президенту, а давали присягу народу, который является единственным источником власти в любой стране, в том числе и в Белоруссии непосредственно. Так что, ребят, я вас просто благословляю, мы молимся за вас, переживаем в Украине за вас. Одесса с вами, мои все друзья, моя семья поддерживаем, все здравые люди вас поддерживают, весь мир вас поддерживает, здравый. Все, кто это не понимают, надеюсь, что им когда-нибудь это откроется. Так было во времена Лютера, который боролся за права чернокожих, которого тоже убили, ранили, и потом он скончался от пули, и он добился своего. Чернокожие сегодня свободное, хоть и есть притеснение отдельных каких-то слоев населения, но в свое время он добился своего, он добился свободы людей, которые считались слабыми. И то же самое вы, у вас вы делаете подвиг в своей стране, кто бы вам что ни говорил. Я вас просто, я вам и горжусь, вы молодцы. Это не мятеж, это не мятеж, это люди, которые выбрали, а их выбор забрали. И нужно различать между мятежом и митингами мирными, которые направлены на то, чтобы забрать то, что принадлежит вам. Вы делаете все правильно, мы за вас, мы вам сопереживаем. Вы на четвертом месте сейчас по мировым новостям, везде в строке, везде Беларусь. Беларусь, Беларусь, Беларусь. Ну вот, мы вас поддержим, ребят. И я вам напомню слова великого украинского поэта, революционера Тараса Григоровича Швиченко. И вам слава, сыни горы, крыгу и окуте. И вам, лицари велики, богом не забудьте. Боритеся, поборите. Вам Бог помогает. С вами слава, с вами сила и воля святая. Живе Беларусь. Слава Украине. Слава Богу.